Музыка Безопасность превыше всего. В Северском районе состоялось профилактическое противопожарное мероприятие. Представители пожарного надзора и управления социальной защитой населения посетили многодетные семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. На территории Северского района были организованы и проведены профилактические мероприятия по установке автономных оптико-электронных домовых извещателей в помещениях жилых домов. Были выбраны многодетные семьи, так как прошедший 2018 год у нас ознамевался тем, что на территории Российской Федерации погибло более 400 детей. Это очень существенная цифра. В домах многодетных семей установили 50 приборов. И в качестве материальной помощи за свой счет приобрел депутат северского сельского поселения Денис Бирюков. Было решение принято приобрести 50 датчиков пожарных, которые улавливают дым и могут сигнализировать пожар на ранней стадии. Данные датчики были установлены в многодетных семьях, где нет газа и стоит печное отопление. Приборы установили квалифицированные специалисты компании ООО «Безопасность». Они не только смонтировали противопожарные датчики, но и разъяснили дымовладельцам, как ими пользоваться. Данный прибор предназначен для обнаружения пожара на начальной стадии его развития, то есть задымления, и оповещения о происшествии людям, которые находятся в соседнем помещении. То есть резкий звуковой сигнал привлекает внимание и заставляет людей вовремя покинуть здание, помещение до наступления опасных факторов пожара. В рамках профилактического мероприятия семьи прошли инструктаж по пожарной безопасности и смогли задать все имеющиеся вопросы представителю пожарного надзора. 8 марта. Самый светлый весенний праздник, когда слова поздравлений звучат в адрес всех женщин планеты. Но особое место среди всех представительниц прекрасного пола занимают, конечно же, мамы. 6 марта состоялась встреча главы администрации Северского района Адама Джарима с многодетными мамами и матерями, чьи сыновья погибли при исполнении служебного долга. При поддержке Сергея Батищева торжественная встреча прошла в поселке Ильский в кафе «Певград». Теплая семейная атмосфера и непринужденное общение задали общее настроение. В адрес женщин звучали слова поздравлений и благодарности за то тепло и доброту, которое они дарят своим близким и всем окружающим. Поздравить матерей с предстоящим праздником пришли лучшие творческие коллективы. Цветы и подарки – это прекрасно, однако важнее всего внимания и забота, которых действительно достойна прекрасная половина человечества. И дарить им это внимание можно не только 8 марта, но и каждый день в году. В преддверии 8 марта глава Северского района Адам Джарим посетил семью Подгорновых, проживающую в поселке Ильском. Я желаю вашей семье только благополучия, здравия, счастья, любви, взаимопонимания. Вы уже для меня стали как родные, поэтому мы всегда встречаемся, поэтому дай Бог, чтобы все было хорошо у вас. 5 марта 2011 года в семье Подгорновых произошла страшная трагедия, разделившая жизнь на до и после. Пожар полностью уничтожил дом и унес жизни двух девочек. Семью не оставили один на один в беде, их поддержали и оказали помощь многие. Администрации района и поселения, добрые люди, предприятия и организации Северского района. Количество женщин за рулем выросло за последние пять лет почти вдвое. Исследования говорят, что каждым четвертым автомобилем в России управляет представительница слабого пола. По словам сотрудников ГИБДД, в экстремальных ситуациях поведение водителя зависит в большей степени не от половой принадлежности. От характера, темперамента и, конечно же, опыта вождения. Тем не менее, женщины больше предрасположены к соблюдению правил дорожного движения. Для многих из них машина – это средство передвижения, а не средство получения адреналина. Полицейские сводки свидетельствуют о том, что дамы в два раза реже мужчин становятся виновниками аварий. А если и попадают в них, то последствия этих ДТП менее серьезны, чем те, виновниками которых становятся мужчины. В канун главного женского праздника сотрудники Северского отдела ГИБДД поздравили автоледи с 8 марта. Дорогие женщины, от имени Государственной инспекции безопасности дорожного движения Северского района искренне поздравляю вас с весенним праздником 8 марта. Издавна повелось, что женщина является оберегом семейного счастья. Спасибо вам за добро и женскую мудрость. Пусть эта весна принесет вам любовь и тепло. Пусть этот мартовский день подарит вам улыбки, счастья и радость. Оставайтесь любимыми, желанными, хорошейтесь годами. Пусть в ваших сердцах царит гармония. Вы прекрасны, умны, красивы и талантливы. С праздником, дорогие женщины! В Россию пришло цифровое телевидение. Вскоре вся страна сможет принимать 20 каналов в цифровом качестве и абсолютно бесплатно. После перехода на цифру аналоговое телевещание будет отключено. Телевизоры без поддержки стандарта DVB-T2 погаснут. Но любимые телеканалы легко найти в цифровом эфире. Подключи к телеку дециметровую антенну и цифровую приставку. И даже старый телевизор поймает в эфире все цифровые телеканалы. Подробности на сайте rtrs.rf Четырехлетний Робби впервые без опаски качается на качеле. Ведь рядом сидит взрослый. Эта игровая площадка с каруселями, горками и другими аттракционами предназначена для детей с особенностями развития. Ее открыли в Аделаиде. «Игровые площадки с пандусами и лёгким доступом к горкам очень удобны для таких детей, как Робби». Мама малыша говорит, что раньше сын никогда не решался играть на обычной площадке. А на этой безопасны и горки, и качели. И родителям здесь легче следить за детьми. «Здесь сделаны широкие проходы. Это не только лестницы, но и пандусы, которые ведут к горке. Поэтому площадка удобна для всех. Она подходит и для детей в инвалидных колясках, и для малышей, использующих другие средства передвижения». На проектирование игровой площадки и консультации со специалистами ушло больше двух лет. Теперь компания «Подрядчик» готова передать опыт другим городам. «На это потребуется немного времени и усилий, и нужно следовать чётким рекомендациям. Также будет хорошо проявить немного фантазии и творчества, и тогда можно создать удивительные места отдыха». Министерство социальных служб Южной Австралии хочет, чтобы по всему штату открылось больше таких площадок. Редактор субтитров А.Семкин